Здравствуйте, мои друзья! Здравствуйте, мои самые прекрасные на свете зрители! Я продолжаю репортаж с Блашиного рынка из музея Москвы. Там очень много было интересного. Ну, смотрите, какие красивые здесь сарафаны, платья. Можно подобрать уже к лету винтаж. Или какие-то палантины, шарфы тоже замечательные. Ну, а там дальше мы можем увидеть и встретиться с нашим прошлым, с нашим пионерским детством. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. Какая подкова. Такие шкатулочки, ступочки замечательные. Вот эти шкатулки. Красота. И подсвешник. А подсвешник сколько у вас стоит? Вот этот дореволюционный стоит 4200. В общем, торт по месте. И вот этот 2200. Вот этот дореволюционный. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. Офигниться. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. СЕСТДИМ%. А вот эти тарелки, это что у вас? Это экспериментальная. Это серия Минск. Это серия Женский портрет Лувра. Первые четыре тарелки, которые они вот начали. Номерные. 93-й год. Вот это номер 4. Вот на четырех я успокоилась, потому что дальше уже печать пошла совсем другая. Не то, что мне нравится, с какими-то цветами дальше у них пошли. Но это вы не знаете, кто это, да, портрет чей? Почему я не знаю? Здесь все написано. А здесь все есть. Стереть по цвету Лувра, Жан-Батист Грёз, Молочница. А, прекрасно. Полное описание. Вот разбитый кувшин, вот так. И это все Жан-Батист Грёз, да? Это принципиально. Разбитый кувшин, да, Жан-Батист, да, 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 да. Ну, это вообще уникальные вещи. Ну, согласен. Вследствие этого времени они были очень интересными, тем более, что радует, что это делали. Какая-то, как Юля. Ну, да. Спасибо большое. Ой, шкатулка. Это шкатулка, да? Да. Кто не работал, тот ест. Это шкатулка, да, да, да. Это шкатулка, да, да. Замечательные рамочки. И сколько ваши рамочки стоят? 800 и 1000. Понимаете. Есть, вон, двойная, там рамочка полторы тысячи. Да, имеется. О! Какая девушка на шкатулке. Вот ключички. Какая пепельница, да? Замечательная. А ложечки сколько ваши стоят? По 500 рублей. Там есть, ну, такие, то есть, регулированные по 500, а есть там полгрюдей. Есть, конечно, какие. Какие здесь еще есть у нас? В Владивосток, это все наши. А вот Москва. Очень красивая. Я-то молодец. Знаешь, что пришла? Мне так кажется. Я еще нашла одну. Я знаю, зачем нашла. Часы маленькие. Часы маленькие. Часы маленькие. Чашечка. Совсем маленькая. А вот в рамке. А эта рамка сколько? Фотографию что сделать? Вообще потрясающе. Музыка. Извините еще раз. А Куршин сколько вас стоит? Нам шесть тысяч. Шесть тысяч? Ну он редкий. Он меньше чем обычный. isches. Пäänнете зашгоем. В익я. Можно календарь осмотреть? Можно календарь осмотреть? Ему надо только ровно держать. Что, пол переворачивается? У него такой механизм. У него цель до состояния. Он даже не стоит. Миша упрощает. У меня просто такое состояние. Можно и держать, и стоять. Нет, я понимаю. Какая дама. Какая дама. Колокольчик. А это, посмотрите, колокольчик. Совсем. Крошечная. Крошечная. Месяца все на месяц. Крошечная. Вот такой вот тоже. Они это были двухторосно-печатные, да? Двухторосно-печатные. Такое стоит 500 рублей. Да, сокровище. Тяжелое. Ну, чтобы найти в сумке сразу. Торг. Уместит? Да. Какая? Сейчас я еще покажу. Пока вы далеко не убирайте. Пожалуйста. 25 тысяч давайте. У меня 450 или 5 тысяч? Петушка. Петушка. Посмотрите, какой петушок. Золотой гребешок. Потрясающе. А сколько у вас стоит? Вот так вот 250 рублей, купить что-нибудь. Ключи, да глаза разбегаются. Ключи перец. Такая спортсменка. С готовки блины до золочения. Вы делаете в небольших, да, в каких-то? Это просто фрагментарно вставлять, да? В нашли дорого, наверное. Ну, это дорого, но если кто может себе это позволить. Есть большие, есть иконостасы, есть фасады. Да. Много. Ну, а вот сколько у вас одна штучка, например? Одна штучка, ну, метр квадратный двадцать тысяч стоит. Ну, да. Это у печки, если только вставлять, из-за росты, да? А у вас это завод какой-то или что это такое у вас? Есть вот такие, например, целыховые. А кто вы? Можно посмотреть? И телефоны ваши. А, вы к клену. Понятно. Кленская керамика. Ну да. Так, вы мне это даете или просто снять? Да, я вам это отдаю. Так, ну, у вас офис в Москве, понятно. Извините, а экскурсии, это что такое у вас там? До карантина у нас были экскурсии на производстве. Сейчас нет пока. Сейчас пока нет у нас взрослые. Ну, на производстве это в Клин? В Клин, да. Да, туда приезжали. В Москве нету, понятно. А вы организовывали, из Москвы можно было приехать, да? Или вы просто экскурсы там проводили? Нет, сами экскурсы у нас находили и к нам приезжали. А мастер-классы тоже там все? Все, все, все вместе, да. Понятно. Вообще, это интересно. Да, мы такие. Ой. Отдыхайте пока. Нет, я хочу снять ваши мастерства. Такие мастерства необыкновенные. Но это не новые, это вы восстанавливаете. Вот это новые, а вот это восстановленные. Восстановленные по его из... Вот прям рядышком есть копия. Ну, в смысле, наоборот, оригинал. Вот этот оригинал, видите, он с румпой. С огромной румпой вот здесь, если смотреть. А, да, 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 да. А эти мы уже, можно тоже с румпой, но мы их под современные потребности. Ну да, да, да. А я все думаю... То же самое вот эта коллекция. Вся восстановленная. То есть вы всерьез этим заняты? Поэтому у вас... Ну да. Ну да. Ну да. Ну очень интересные рисунки. Вот это вот мне очень нравится. А вот это... Это вот было или новое рисунок? Все новое. Ну вот и Глеб-то точно не новое. Ну сделан заново? Нет, сделан заново. По рисункам уже. И по рисункам уже. Знаете почему? В Владимире, Дмитровский собор. Там вот эти Владимира Суздальского. Ну это вот покраска вот этим. А это современное. Это в 20-м году мы сделаем. Ну это и рай. Солнце в кармане. Вот это солнце в кармане. А потом столе море в кармане. Это подставка под горячим. У вас даже углицы есть. Да. И номерки для квартиры. Слушайте, у вас как потрясающе просто. Еще есть вот тоже моя любимая тема. Там вот такая немножко волосокая. Есть резные вазы. Они вообще нереальные. Нереально. А сколько же вазы ваши стоят? Вот такая две с половиной. Та две. Маленькая две. Да. А у вас музей свой есть там? Или там это когда приезжаешь там все это есть? Да. Там более-менее все есть. Сейчас часть останется в Москве. Ну сейчас музей же. А подождите. В Москвском офисе значит тоже есть? Типа музей. То есть прийти. Можно прийти посмотреть. Ну там больше чем здесь. А? Там больше чем здесь у вас. Там больше. У всех от всех изразцов есть основа не глазурованная. А. Понятно. А далеко где ваш отец? Тут все правда. Это между Белорусской и Силовской. А. Ну недалеко. Нужно прийти. Ну очень интересно. А чашечки какие. Боже мой. А вот там. Это я не знаю какие то ирисы да? Есть ирисы. Ох какие красивые. Это. Поближе. Вот на том столе. Который вольфе. Там. Пойду. Посмотри. Слушайте. Меня просто потрясение. Надо к вам приехать. Экскурсии уже будут. Да? Где то? Экскурсии как там. 40 человек. Так автобусы обычно мы после карантинга будем. А. Вот. Ну карантинга уже кончился. Музеи открылись. Нет еще? Да. Но пока мы боимся еще. Потому что музеи уже открыты. Спасибо большое. Сказочное. Тихонечко с нами. Автобусы. Это откуда автобусы идут? Ну сами собирают. Мы не собираем автобусы. Нам собирают автобусы. Нет. Ну а как заказывать прямо? Мастер-класс приехать. Просто приехать на мастер-класс. Понятно. Ну вообще. Какая сказка. Какие у вас художники замечательные. И вы наверное художники. Ага. И вы художники. Да. Я художник-дрессировщик, а они ремесленники. Да. Потрясающе. Потрясающе. Ну не вопрос разработки, а есть копирование. Ну да. Да. Ну вообще. Вот Люба Викторовна у нас. Она руками вот это все делает. Вот именно сама. Извините. А можно вас снять? Можно. Конечно. Я Ольга Вереск. Очень приятная Олечка. Ольга Вереска. Ой, ну какие талантливые вещи. Спасибо вам огромное. И поздравляю сегодня праздник. С 8 марта. Вам всего самого хорошего. И главное удачи. Спасибо. Удачи. Потому что как Черчилль говорил. Не желайте здоровья, не желайте богатства. Потому что на Титанике все были богаты, здоровы. А вы жили не все. Желаете всем удачи. Удачи. Да. Вот всем удачи. Вас тоже. Любовь Викторовна, не знаю. Не всегда. Любовь Викторовна, ты будешь сниматься? Нет. Нет. А вы, Любовь Викторовна, уже сами вот непосредственно все это делаете, да? Это море в кармане. Ну это бы золото специально такое, под старое, да? У нас было еще, ну просто все разобрали с таким более идеальным золотом. Мы попробовали Владимира Суздальски. Это моя любимая молекула. Надо же. Свечка с сосновой. Ой, ну вообще красота, красота, красота. Надо к вам приехать. Спасибо большое. А море действительно, оно просто переливается в семья, как море настоящее. То в зелень, то в синеву, то в березу, то в тёмное. Ну мы с утра вот здесь как раз разложили, что солнце такое было. Да. Вообще глубине. Ну спасибо, удачи вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.